Приветствую вас! В последнее время, как вы догадываетесь, очень часто задают вопрос, что будет с работой. Но я могу привести два прогноза. Один прогноз по России, не мой. Полова счетной палаты России Кудрин дал прогноз, что есть большой риск, что в Украине количество безработных будет 8 миллионов человек. По методике Международной организации труда, обращаю ваше внимание, не по официальной. Сейчас в России, по этой же методике, безработных 3,5 миллиона человек. Вот такая ситуация. Но опять же, я так понимаю, 8 миллионов, это я имел ввиду самый пессимистический прогноз, обращаю ваше внимание. Это будет где-то приблизительно 11% всего работоспособного населения России. В Украине тоже есть такой прогноз. Опять же, не мой, а промышленная палата Украины, ну, в принципе, согласен. 2,5 миллиона украинцев может быть безработной в результате карантина, всех событий. Много-много, это почти 15% всего трудоспособного населения Украины. Сейчас, согласно методике МОП, у нас безработных 1,3 миллиона. Ну, не вью. Возможно, так и есть. Ну, около миллиона точно есть. Опять же, на сегодняшний момент есть довольно большое количество людей, которые, ну, как бы, находятся в отпуске, работают удаленно. И не знают, что будет дальше. Запустится компания, не запустится. Потому что есть большой риск. И в Украине, и в России, что после карантина большое количество компаний просто не восстановится. Не сможет запуститься. По этой причине, комитет министров переживает за нас. И он разработал рекомендации для вас, как искать работу. Ну, прежде всего, в данном случае, комитет министров рекомендует вам соглашаться работать на более низкую зарплату. Да, интересная ситуация. Второе. Он требует, что когда вы будете искать работу, чтобы вам на бирже труда предоставляли работу согласно вашей квалификации. Хорошенность. Ну, и третье. Вы должны искать работу недалеко от места жительства. То есть, ну, чтобы далеко не ездить, потому что, сами понимаете, карантин, коронавирус и все остальное. Ну, конечно, я это назвал очень просто. Ребята издеваются, шутят. Ну, действительно, советы абсолютно бредовые. Я так понимаю, люди просто живут в отдельном измерении. Что могу я вам посоветовать? Опять же, я не комитет министров. Я просто эксперт. Да, на сегодняшний день, в 2020 году, с работой будет напряг. Есть небольшая надежда, но существует, что границы все-таки откроют, и можно будет поехать на заработки за границу. Есть такие разговоры, я думаю, неправдивые, что действительно правительство Украины оперативно откроет границу с Евросоюзом. Смотрите, Чехия уже открыла. Ну, то есть, можно поехать в нашище. Польша, скорее всего, скоро откроет Германия. Тем более, я так понимаю, руководство Евросоюза будет влиять на руководство Украины, чтобы границу открыть. Что касается границы с Россией, опять же, есть слухи, ее открывать не будут. Ну, коронавирус, сами же понимаете. То есть, максимально будут, граница Украины с Россией будет закрыта. Не спорю, вполне возможно, вполне. Знаю, что наши ребята. То есть, в Европу ехать можно, в Россию нельзя. Это вполне. И в Европу, скорее всего, не просто можно. Ну, скажем так, министр труда Польши сказал, что нужны гастарбайтеры. Премьер-министр Польши сказал, что действительно без украинского гастарбайтера польская экономика не работает. Помните, все эти разговоры, что поляки вернутся с Англией, нет, никто не вер... Ну, возвращается, но не возвращается. То есть, там все значительно запутали. И по этой причине, действительно, здесь может сработать тот трюк, который я всегда говорил. Экспорт рабочей силы – это сила. То есть, тут уже Евросоюз будет давить на нашу власть, чтобы не мешать. Что касается работы в Украине. Есть такой хороший ресурс в ОКО. В каком смысле? Анализировать удобно. Вот хорошо проанализировать, что происходит. Я специально подключил хорошие графики, таблички. Ну, если вкратце. Да, количество вакансий в Украине резко падает. Ну, вы, наверное, услышали. И как только карантин начался, так вот шууууу. И каждую неделю меньше, меньше, меньше. Возникают вопросы. Какие вакансии есть? Нет, 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 ребята. Вот то, что касается медицины. Нет, количество вакансий в медицине. Мало того, если посмотреть по зарплате. Зарплата в фармацевтике, в медицине Не вырос Абсолютно То есть не надо сказать, что там какой-то спрос Стабильно Спрос айтишники Вот она падает, в айтишников не падает Причем зарплата в айтишников Тоже сильно как бы не 14 тысяч было Средним сразу Она осталась Что касается торговли, тут какая ситуация Во-первых, да, действительно Уменьшилось количество вакансий Но Не совсем Увеличилось количество вакансий Во-первых, извечные курьеры Склады, да Вот на склады вакансий количество увеличилось И в принципе, я так понимаю Что сейчас Какая-то часть людей, которая раньше работала в магазине Может найти работу на Ну, тоже склад Почему бы нет Какая разница, или вы в магазине, или вы на складе работаете Насчет зарплаты Ну, смотрите, какая ситуация Понятно Это же доска объявлений Вы же понимаете Там такая интересная ситуация Если взять среднюю заработную плату Тех, кто ищет работу Они хотят получать Где-то 14 тысяч Гривен, конечно А те, кто предлагает работу Согласны платить в среднем 12 тысяч Опять же, это очень средний Опять же, есть большая разница между Киевом и провинцием Если в Киеве Ну, как бы ориентир 17 тысяч Ориентир средний То в провинции 11-12 тысяч Разница довольно большая Но я так понимаю Что на сегодняшний момент На сегодняшний момент Что может Спасти Какая работа может быть в Украине Что я смотрю Это логистика Все же с логистикой Это действительно Ну, скажем так Так, сфера услуг по доставке По продажам дистанционным Это тоже может срабатывать Вечная тема айтишники Скорее всего Маловероятно Малопривлекательно Будет сфера развлечений Средства массовой информации Я думаю там Что касается промышленности Вакансии еще сильнее упали По этой причине Здесь Тоже ожидать Сельское хозяйство Кажется Ну даже нет В сельском хозяйстве Вакансии тоже самое мало И зарплата конечно ниже Чем даже в сфере услуг Ну непонятно Что будет со строительством Там тоже уменьшается Получается Какая-то маленькая ниша Логистика Логистика Частично сфера услуг Какая-то Вспомогательная Нам Порадовать нечем Ну естественно Что можно сказать Госслужба Вот Госслужбы Да Действительно Вакансии есть А там зарплата ниже Ну вы сами понимаете Нимше И получается все Вот такая ситуация Так что действительно 2020 год Пережить Надо будет Просто пережить Потому что Я так понимаю Действительно Безработица будет большая Найти нормальную работу Будет архи сложно Но если у вас она есть Вы за ее держитесь Максимально Ну и Смотрим по сторонам Ну не могу вас порадовать Понимаете Посмотрев по анализу Ну не можно же В конце концов Всю экономику Сводить до Обычной логистики Черт возьми Это же невозможно Только там Что-то есть Все остальное Вот такие новости Печальные Смотрим по сторонам